Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу о новиночке от компании Joy. Кресло у нас называется Versa. Почему я спешу снять обзор вам на это кресло? Потому что кресло получилось у них очень удачное. Получило хорошие оценки на DAC. Реально заслужило внимание это кресло. И, соответственно, имеет невысокую цену относительно себе подобных конкурентов с таким же уровнем безопасности. Это кресло включает в себя все категории 0, 1, 2, 3. Соответственно, соответствует новому стандарту iSize. То бишь, здесь нужно ездить против хода движения. Вот здесь даже спереди обозначена группа 0, 1. Устанавливается против хода движения. А 2, 3 категория по ходу движения. Соответственно, до 3 лет в этом кресле мы ездим против хода движения. А потом только разворачиваем его вперед. Непривычно, но благодаря этому оно и заслужило такие хорошие оценки. Вообще, новый стандарт iSize подразумевает очень долгую поездку против хода движения ребенка. Вот, я имею в виду по возрасту. Поэтому будем сегодня с вами его изучать. Давайте сразу вам покажу начинку. Потому что Джой этим всегда славился. Они делают такие интересные продуманные бутерброды. Из своих вкладышей. Соответственно, вот наш вкладыш. Он у нас трансформируется. Пока ребенок новорожденный, мы используем весь этот комплект. Вот основной вкладыш, который делает посадку ребенка более горизонтально для новорожденного. Ребенок подрос. Мы его вынимаем. Остается вот этот вкладыш. Он нам не нужен. Например, верхняя часть уже хотим по свободней головке. Отстегиваем. Убираем. Потом у нас остается только нижний. Из него выросли. Убираем. Я их просто сразу убрал, чтобы они нам не мешали в обзоре. Так, это накладка на паховую зону. Ее мы никогда не убираем. Пока нам нужен пятиточечный ремень. Она нам нужен навсегда. Соответственно, вот так у нас выглядит кресло. Давайте я вам сейчас покажу, как его крепить против хода движения. Против хода движения оно не крепится на Isofix. Крепится только ремнем. Соответственно, нам нужно перевести положение кресла в горизонтальное. Давайте не забывать, что здесь, по идее, должен быть тот вкладыш, который я вам показал. У нас здесь с вами сразу видны два положения. Пятерочка, шестерочка. Можно использовать как бы более горизонтальное и чуть более сидящее положение. Соответственно, разворачиваем его. Вот таким образом. И пристегиваем кресло ремнем. Что нам нужно? Нам нужно вытянуть ремень полностью. Нижнюю часть ремня опустить понизу. Под ребенком. Она ему никак не мешает. Ремень ему никак не мешает. Застегиваем. Потом ремень верхний протянуть здесь. Соответственно, внимательно смотрите. Здесь есть специальные направляющие, которые показывают нам, где должен проходить ремень. Сверху у нас есть зажим, натяжитель своего рода ремня. Нам нужно кресло хорошенько натянуть. Как есть, сколько есть сил лучше супруга попросить, чтобы он хорошенько натянул. И потом застегиваем. И получается, что кресло у нас становится намертво. Его сейчас, как угодно двигай, оно будет стоять железобетонным. Соответственно, вот это крепление у нас в группе 0.1. До 18 килограмм, по идее, должны вот так ездить. Потом убираем ремешочек. Разобрались, как его крепить в категории 0.1. Все. После чего кресло у нас разворачивается. Здесь нету в этой модели крепления якорного ремня. Здесь пусто. Есть только изофикс. Соответственно, почему они это сделали? Потому что они подразумевают, что когда мы развернем кресло по ходу движения, нам пятиточный ремень уже не нужен. Кстати, он здесь легко убирается в специальные, вот вам отсюда виднее, специальные места. Просто он туда заворачивается, засовывается ремень и возвращаем обратно накидочку. И тем самым, вот таким образом, мы демонтируем. Даже не демонтируем, а просто прячем ремешок пятиточный, чтобы он нам не мешал в эксплуатации. И эта часть прячется, и это под обивкой. Прикольно придумали. Соответственно, давайте представим, что ремней сейчас здесь нет пятиточных. Мы используем его уже как в группе 2-3. Крепится оно с помощью изофикса. Здесь впереди есть кнопочка. Нажимаем, вытаскиваем изофикс. Пристегиваем. Все. Задвигаем. Обратно. По наклону, смотрите, у нас здесь 4 положения. Вот четверочка, это максимальный наклон. Вот смотрите, вот приблизительно угол наклона. Его достаточно, чтобы ребенок уснул, голова не свисала. Более чем достаточно, на самом деле. Все. Кресло пристегнуто. Посадили сюда ребеночка. И используется уже взрослый ремень. Что ты сегодня не хочешь работать нормально? Так. Все. Соответственно, как вот взрослый человек себя пристегивает. Ну давай. Так. Соответственно, то же самое произойдет и сейчас. Вот. Вот. И верхняя часть ремня обязательно проходит в направляющих подголовники. Это очень сильно важный момент. За этим следите. Вот поэтому направляющий и называется, что фиксирует ремень. Дали от плеча, от горла, точнее говоря. А направляя его по плечу и грудь. Близко горло нельзя допускать. Следите вот, кстати, по положению подголовника таким образом, чтобы от подголовника до плеча ребенка было не больше двух пальцев и не меньше одного. Тогда ремень будет проходить там, где надо. Это важный момент. За этим нужно следить. Соответственно, вот таким образом у нас пристегивается ребенок в категории 2-3, уже подросший взрослым ремнем. Вот как они в этой модели, каким путем пошли в компании Joy. Это очень сомнительный момент для многих покажется, но это будет самым безопасным вариантом. Поэтому смотрите, как бы против хода движения мы едем до трех лет. И с трех лет мы едем по ходу движения пристегиваясь взрослым ремнем. Кстати, что касается безопасности. Я сказал, оно получило хорошие оценки на Адаке. И в нем используют все современные технологии, которые используют другие бренды по безопасности. Также здесь установлена дополнительная система гашения энергии удара при боковом ДТП. Она у них называется Guard Surround Safety. Ее нужно активировать со стороны окна автомобильного двери, я имею в виду. И при боковом ДТП, не дай бог, оно случается. Эта система погасит часть энергии удара. Поэтому классная вещь. Что касается комфорта, давайте подмечу, что здесь, да как. Что мне нравится. Приятная на ощупь ткань, вентилируемый корпус. Здесь даже сквозной сеточкой видно, как устроена конструкция сеточка. Все дышит. Мягенькое. Кресло мягкое. Реально достаточно. Ну, естественно, это не перьевая подушка, но достаточно мягко. Это мягкий подголовник, мягкие боковины, мягкие подлокотники тоже. Они здесь играют именно функциональную роль. Можно все-таки положить сюда ручки. Что касается угла наклона, я уже вам показал. Четверочка. Это у нас максимально все. Вот это максимально, что мы можем получить. Так, в принципе, по большому счету, все, что хотел рассказать по креслу, я вам рассказал. Добавить мне, в принципе, больше нечего. Поэтому, вот, выбирать это кресло или нет, естественно, вам. Есть особенности по эксплуатации. Я имею в виду, там, против хода, когда и по ходу движения. Вот, ну, в целом, хорошие оценки по безопасности и невысокая цена. Хорошая посадка. Много уже детей перемирили в это кресло. Мне понравилось. Да и клиенты, соответственно, тоже довольны, как сидит ребенок. Единственное, против хода. Сможет ли ребенок ехать так долго, до трех лет. Ну, такое себе. Не все дети хотят против хода ехать в три года. Ну, и в два тоже. Вот. Всем хочется смотреть в окошечко и все такое. Поэтому, если во главе угла у вас исключительно безопасность и невысокая цена, и ребенок не хочет сидеть со столиком безопасности, как у Сайбекса, например, то смело можно рассмотреть этот вариант. Многие хотят ехать против хода движения как можно дольше. Это кресло вам это даст. Поэтому, как вариант. Вот. Добавить мне больше нечего. На этом все. Если этот обзор вам был полезен и интересен, ставьте свой царский жирный лайк. Подписывайтесь на канал. Это очень помогает развитию канала. Вот. И миру автокресел большое спасибо за то, что предоставили нам Joyverse на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора автокресла вашего ребенка. До свидания.